Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Новый скоростной. В путь отправился первый поезд Уфа Самара-Саратов. Пять дней до старта в Самаре обсудили подготовку к международному форуму Иволга. Том Сойерфест. Продолжение. Деревянные шедевры Самары будут восстанавливать волонтеры. Без вреда для экологии. 43 новых автобуса вышли на маршруты. Бэби-бум в Самарском зоопарке. На свет появились енот и струйсенок. Быстрые и красивые Самары в Уфу и Саратов. Новый дневной экспресс отправился в первый рейс. Уникальность поезда в том, что за один световой день он будет объезжать сразу три региона. Повысили и скорость, и сервис. Оригинальность нового экспресса оценила Марина Кравцова. Новый формат. Поезд. Достопримечательность. Первый экспресс с дизайнерским оформлением примчался в Самару из Уфы. На перроне пассажиров ждал сюрприз. В вальсе закружились сотрудники железной дороги. Возглавляла творческий десант проводница Катюша. Милый символ железнодорожного транспорта. На восторженные отзывы не скупятся первые пассажиры. Конечно, эмоции нас переполняют. Я ехала с внучкой, она довольна. Я кондиционер. Три вагона дневного экспресса Уфа, Самара, Саратов. Украшены фотографиями памятников, зданий, знаковых мест, трех городов по маршруту следования. В составе пять вагонов с сидячими местами и по одному купейному и плацкартному. В каждом есть кондиционер и биотуалет. Этот поезд сегодня самый быстрый на маршруте. Выбрали направление не случайно. Оно пользуется популярностью. В свое время действовали у нас в расписании ночные поезда. Но жизнь сегодня несколько быстрее. Она требует того, чтобы человек мог в течение дня и совершить и деловую поездку. И где-то, может быть, в течение дня совершить туристическую поездку. Поэтому сегодня мы активно перестраиваемся, вот на эти рельсы переходим. Поезд рассчитан почти на четыре сотни мест. Еще один плюс – скорость. Так, время в дороге от Самары до Саратова составит 6 часов 40 минут. За 6-7 часов можно перебраться в другой регион, независимо от погодных условий, независимо от автомобильных пробок. Дневной экспресс будет ходить ежедневно. А путешествовать в Самару будет еще проще, интереснее и выгоднее. Перед отправлением поезда презентовали интерактивную платформу «Самара Гид», в которой объединили информацию о гостиницах, музеях, театрах, ресторанах и магазинах, которые предоставляют скидки в выходные дни. Марина Крафтова, Алексей Золотенков, События. 37 человек с начала 2016 года пострадали в ДТП на железнодорожных переездах. По сравнению с прошлым годом цифра уменьшилась. Улучшению ситуации способствует установка камер видеонаблюдения. Также перофилактикой занимаются и сотрудники железной дороги. Сегодня, в Международный день привлечения внимания к переездам, они раздавали водителям памятки и напоминали о правилах проезда через пути. К акции присоединилась Марьяна Мирная. Перед глазами дежурного Сергея Шейдина каждый день возникают опасные ситуации. Работая на железной дороге, приходится держать ухо востро, признается дежурный. Мало того, что автомобилисты нарушают правила и пытаются проскочить на красный сигнал светофора, с риском получить удар шлагбаума по крыше, так еще и пешеходы ленятся дойти до перехода и идут прямо через пути. Бывает, когда выходят и не обращают внимания на приближающуюся электричку, особенно вот здесь, по третьему главному, приходится окликать и говорить, чтобы отходили в сторону. Потому что во время движения грузовых и пассажирских приближения электрички обычно не слышно. ДТП на путях не редкость за прошедший год. В них пострадало 90 человек, 21 погиб. Выбирая между безопасностью и временем на дорогу, все же стоит помнить – тише едешь, дальше будешь. Железнодорожные пути могут не только увезти вас в теплые края, но и угрожать вашему здоровью и даже жизни. Чтобы не случилось беды и не попасть под колеса поезда, не ходите через рельсы, а воспользуйтесь тропинкой. Большинство переездов оборудованы камерами видеонаблюдения, но еще не все. В скором времени еще на четырех появятся фиксаторы. Система работает. В 2015 году нарушителям было выписано 885 постановлений. Также на оживленных переездах продолжают работать сотрудники железной дороги, раздавая памятки автомобилистам. Меры принимать – это, наверное, все-таки работа с водителями в плане объяснения, что влечет за собой та или иная ситуация. Если у нас будут водители более дисциплинированы, то, соответственно, и уменьшится количество ДТП на переездах. Чаще всего столкновения поезда и автомобиля происходят по вине водителей. Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам организован ООН, чтобы предупреждать аварийность. Марьяна Мирная, Дмитрий Кривенцов, Станислав Левин. События. Вторая молодость старой Самары. В историческом центре города проходит второй фестиваль с литературным названием и рабочим колоритом – Томсуэрфест. Волонтеры будут все лето шкурить, красить, вырезать по дереву. Восстановить планируют фасады четырех домов. В атмосферу любви к архитектуре и к родному городу окунулась Марина Кравцова. Неприметный серо-коричневый домик с изъеденной временем, дождями и ветрами древесиной на фасаде. По душе своей и по форме строение уникальное. Ему больше 150 лет. Когда-то дом принадлежал купцу Когану, который занимался мыловарением. В подвале одного из строений и был маленький мыловаренный завод. Интересен дом и архитектурой. Он один из немногих в Самаре, где в дереве воплотили стиль модерн. Круглое окно над входом – модерн. В этом же контексте были и резные украшения над окнами, которые сейчас сняли для реставрации. Модерн прекрасно уживается с деревянным зодчеством. Кронштейны на доме в виде лошадиных голов. Отсюда в этом году стартует фестиваль восстановления исторической среды. Все лето волонтеры будут собственными силами и при поддержке инвесторов возвращать фасаду былой лоск. Год назад новое лицо приобрели три дома на улице Льва Толстого. К работе подходят по всем правилам. Не просто красят. Сначала обрабатывают материал, чтобы новый фасад не померк через пару лет. Как говорят волонтеры, такой труд – настоящее удовольствие. Если в арку мы зайдем, там красный кирпич, его нужно будет потом шлифовать. Так эту машинку берешь вручную и все жужжит. Ведь в красной грязи от кирпича, с ног до головы. Так вот весь день в жару. Очень круто вообще. А потом идешь на Волгу, отмываешься. Принять участие в фестивале может каждый житель Самары. Помощь только приветствуется. Около половины волонтеров – это новые лица, которые только в этом году возьмутся за кисти и полезут на леса. Проект набирает популярность. Это, в общем, пример для других. Ведь можно и так. Можно взяться самим и сделать. Вот по-хорошему надо бы еще и, собственно, большую часть жителей центра города тоже в это вовлечь. То есть, когда ты что-то сделал сам, ты это будешь поддерживать, ты будешь это защищать, охранять. Стремлением не сидеть ложа руки, а брать и делать. Самара заразила и соседние регионы. В этом году Томсуэрфест проведут и в Казани. Там отремонтируют первые три дома. А в Самаре – четыре. Кроме этого, на Галактионовской еще три здания на улице Льва Толстого. Завершить ремонт планируют к концу августа. Марина Кравцова, Максим Гузев, события. На Мастрюковской поляне завершается подготовка к молодежному форуму «Иволга-2016». Ожидается, что он соберет более двух тысяч участников и сохранит статус международного. Телеканал «Самара ГИС» – постоянный информационный партнер «Иволги». Мы будем ежедневно рассказывать о его работе. И первый репортаж с площадки форума Олега Зверева. Сегодня на Мастрюковской поляне слышен звук инструментов. Но уже совсем скоро площадку форума заполнят студенческие голоса, в том числе на иностранных языках. Все работы идут по графику 15 июня открытия. Прибытие основных организационных групп запланировано на 12-е число, на День России. С 13-го встают уже полностью все службы. И 15-го с 6 часов утра начинается прием прибытия делегаций. «Иволга-2016» продлится 10 дней. На поляне будут работать 9 смен, в том числе федеральные инновации и техническое творчество, участие в которые примут студенты не только из регионов ПФО, но и со всей России. В международной смене студенты из Китая и Франции. Сегодня важно достойно организовать техническое обеспечение и бытовые условия. Завтрак, обед, ужин будет готовить комбинат питания, душ на дизельном топливе. Размещение в домиках дачного типа и палатках, в том числе и военного типа. Армейская палатка «Памир-30» используется в Вооруженных силах России с 2008 года для размещения личного состава в полевых условиях. Здесь, на Мастрюковской поляне, установлено 28 таких палаток, в основном для размещения иностранных делегаций. На поляне можно будет принять участие в фестивале беспилотных летательных аппаратов, сдать нормы ГТО, а в День памяти и скорби пройдет бессмертный полк. 23 числа, на следующий день, здесь у нас еще планируется прибытие героев Советского Союза, Российской Федерации, которые также поучаствуют с представителями смены «Патриот», а также там будет совместное участие других смен. Что же касается лучших проектов, которые будут представлены, их грантовая поддержка будет увеличена, призовой фонд превысит 14 миллионов рублей. Кроме того, будут и специальные награды, такие, к примеру, как поездка на Байконур и международная стажировка. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. Работая о природе и пассажирах, 43 новых автобуса вышли на маршруты в Самаре. Они экономичнее и экологичнее старых моделей. Вместительные лиазы будут ходить по самым востребованным маршрутам. Ко всем прочим достоинствам – дополнительные функции, которые завод делал специально для Самары. Чем так хороши новинки, узнала Марина Кравцова. Главное достоинство – комфорт, рассказывает о новом автобусе водитель. Кабина современная, движение ничто не отвлекает. Есть отдельный вход и перегородка между салоном. Половнее намного, он мягче. Салон не совсем другой. Тоже комфорт побольше. Чтобы управлять машинами, на газомоторном топливе водителям пришлось пройти дополнительное обучение. В новых автобусах есть все и для удобства пассажиров. Почти 130 человек могут разместиться здесь без давки. Механическая аппарель и изменяемый уровень пола для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, что позволяет контролировать каждый на линии. Этих белоснежных красавцев вполне можно назвать зелеными автобусами. Здесь обеспечен не только комфорт пассажирам, но и забота об окружающей среде. Работают автобусы на природном газе и соответствуют экологическим стандартам Евро-4. В этом году закупили 43 новых муниципальных автобуса. Их собрали специально для Самары. Изготовители учли все пожелания. В салонах установили дополнительное отопление. Новички уже осваиваются на дорогах Самары. Основные маршруты, на которых будут работать эти автобусы, это востребованные маршруты, загруженные маршруты, как по пробегу, так и по пассажиронаполняемости. Это такие маршруты, как 1, 50, 21, 23, 37, 47. Достоинства новинок ощутимы сразу. Впечатлениями поделились первые пассажиры. Здесь очень удобно стоять. Есть где держаться, стойки удобные. Все удобно и прекрасно. И ход у него такой легкий, хотя и быстрый ход, но мягко. Комфортно и удобно, и просто прекрасно. Я езжу сейчас на 21-м таком автобусе, каждый день на рынок. Мне нравится. Очень много автобусов. Это хорошо, что поменяли их. В прошлом году в Самаре закупили 82 новых автобуса. Вместе с этими автопарк муниципального предприятия обновили почти наполовину. Также в этом году в парк ТТУ поступили по 20 новых низкопольных трамваев и троллейбусов. Оснащение новым транспортом основных городских маршрутов в числе приоритетных задач, поставленных губернатором и главой Самары. Самарский регион уже один из лидеров по обновлению подвижного состава. Эта работа продолжится, чтобы к 2018 году обновить основную часть парка. Марина Кравцова, Станислав Левин. События. Сочувствие, милосердие и сострадание – качество, необходимое для социального работника. В Самаре наградили лучших в своей профессии. В современной России социальная служба существует 25 лет, но истоки уходят в далекое прошлое. 315 лет назад Петром Первым были созданы богоугодные дома. Указ он подписал 8 июня. Сегодня профессиональный праздник отмечают наши современники. За их непростой, но почетный труд на своих рабочих местах они были отмечены премированием, федеральными наградами, а также получили благодарственные письма и почетные грамоты от области и города. И, конечно, услышали в свой адрес слова благодарности. Люди, которые по зову сердца, имея определенные профессиональные знания, умение работать с людьми, сострадать, чувствовать и клиента, и пациента, и бабулечек, и людей с инвалидностью, и людей, которые сегодня готовы заниматься этой категорией в домашних условиях, приемлемой семье для пожилых. Людям надо сказать спасибо за труд, отметить самых достойных, поблагодарить всех за неравнодушное отношение к своей профессии. Женский пол не значит слабо. И с активистами Союза женщин встретился первый заместитель председателя Самарской губернской думы Валерий Троян и председатель городской думы Галина Андреянова. Говорили не только о достижениях за последние годы, но и о том, какие задачи еще предстоит решить. Подробности в нашем сюжете. Памятный знак Куйбышев, запасная столица, получает Тамара Григорова, руководитель школьного музея имени героя Великой Отечественной войны, гвардии полковника Виктора Антонова. Активисты музея ухаживают за воинскими захоронениями, проводят экологические акции и экскурсии. Дети очень любят эту работу. Они гордятся тем, что у нас такая родина, такие герои. И, может быть, сказал бы, что вот современная молодежь забыла уже о наших героях. Мне как раз-таки сегодня это неприятно слышать. Но на самом деле дети с удовольствием рассказывают о героическом прошлом нашей родины. На собрании женского актива Куйбышевского района подвели итоги работы, отметили лучших и обсудили задачи на будущее. Близится выборы в Губернскую и Государственную думу. Союз женщин поддерживает политику президента и губернатора. И порой в своей деятельности они поднимают очень такие деликатные темы, которые всегда решаются. И решаются с помощью губернатора Самарской области Николая Ивановича Меркушкина. И мы ему очень благодарны за то, что он всегда очень активно реагирует на все просьбы женщин. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в регионе множество масштабных социально значимых проектов. Реализация многих невозможна без поддержки федерального центра. Количество представителей от Самары в Госдуме зависит от явки 18 сентября в день выборов в областной и федеральный парламенты. У нас очень важный и очень ответственный период в целом. Не только это, как бы можно говорить о Самарской области, но в целом стране. И поэтому консолидация сил нашего народа в целом, она крайне важна. Перед регионом стоят амбициозные задачи. Решить их, возможно, только общими усилиями. К этому итогу пришли в резолюции по итогам встречи. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Три юбилея в один день отметил народный артист России Михаил Щербаков. Своё 65-летие, 45-летие творческой деятельности и 25-летие работы в Самаре. Поздравить маэстро на концерт «Бенефис на бис» пришли жители города. К поздравлениям присоединилась и Лариса Шалафаст. В свой юбилей маэстро Щербаков на сцене. Выпускник Уральской консерватории он всю жизнь посвятил служению музыке. 25 лет Михаил Александрович возглавляет симфонический оркестр Самарской государственной филармонии. По инициативе маэстро в Самаре впервые прошло пять международных фестивалей. Оркестр записал первую пластинку и компакт-диск. Но самым большим своим достижением Михаил Щербаков считает любовь самарцев к живой музыке. У нас есть наша любимая, преданная нам публика, которая, как ни странно, уже 25 лет ходит на наши концерты, и, в частности, на мои концерты, и, в общем, высказывает слова благодарности, одобрения. Это самое главное достижение. В программе музыка Рахманинова, Баха, Чайковского и Штрауса. На сцене именитые музыканты страны и Самарской области. Некоторые прислали поздравительные телеграммы и видеообращения. Поздравить маэстро с юбилеями пришли и горожане. Он уникальный дирижер, конечно. И с того момента, когда он пришел работать в Самарской филармонии, оркестр у нас совершенно по-другому заиграл. Он талантливый очень человек, очень безмерно талантливый. Поздравить Михаила Щербакова в юбилейный вечер пришли и первые лица области города. Сложно себе представить Самарскую государственную филармонию без вашего участия, без вас на капитанском мостике, потому что вы ведете этот корабль по волнам музыки, по волнам искусства и делаете это с большой-большой виртуозностью. Администрация городского округа благодарит вас за многолетний добросовестный труд, преданность своей профессии и значительный вклад в развитие музыкальной культуры нашего региона. Я преклоняюсь перед великим мастером, перед великим маэстро. Спасибо вам за то, что вы дарите каждый раз нам праздник. И мне очень хочется пожелать, чтобы ваши глаза всегда горели. И чтобы вы как можно дольше дарили Самаре и Самарской области тот праздник, который вы дарите каждый раз. За многолетний добросовестный труд Михаил Щербаков награжден почетной грамотой губернатора Самарской области. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. А теперь коротко о других темах дня. В Тольятти спасали детей, застрявших в мазутной яме. Двое детей 7 и 11 лет залезли в искусственный карьер с мазутом. Самостоятельно выбраться из ямы они не могли. На место происшествия выехал спасательный отряд. К моменту приезда спасателей дети по голову увязли в битуме. Чтобы вытащить пострадавших, спасатели использовали деревянные доски. После чего передали детей сотрудникам скорой помощи. Дети получили химические ожоги. В Самарской области правоохранители расследуют несколько уголовных дел, связанных с хищением денег под предлогом поставки минеральных удобрений. Жертвами мошенничества стали местные аграрии. По данным силовиков, мошенники создают компании-двойники реальных производителей удобрений, а также дубликаты их официальных сайтов. После перечисления аванса от клиентов, мошенники перестают выходить на связь. Сейчас их личности выясняют агрария, просят проявлять бдительность. С 13 по 20 июня в Самарской области пройдет шестая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем народного артиста России Юрия Башмета. Детей, увлеченных музыкой, ждут мастер-классы, лекции выдающихся деятелей культуры, а также концертные выступления известных артистов современности и участников академии. В выходные в Самарской области потеплеет до 27 градусов. В субботу 11 июня синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью столбик термометра опустится до 7-12 градусов. Днем поднимется до 20-25. В воскресенье 12 июня осадков не ожидается. В ночные часы похолодает до 9-14 градусов, днем прогреется до 22-27 градусов. 12 июня на площади Куйбышева состоится праздник. С 2 часов дня и до 8 часов вечера будут работать 15 тематических площадок. На сцене выступит волжский народный хор, дуэт «Баян» «Микс», а также звезды российской эстрады Александр Маршалл, группа «Кипелов». В заключении праздника гостей ждет лазерное шоу и фейерверк. Вход на площадь Куйбышева свободный. Проход зрителей будет организован со стороны улиц Вилоновской и Красноармейской через рамки металлодетекторов. Самарский зоопарк бьет все рекорды по повышению рождаемости. Там появился на свет еще один енот, а также струсенок. Причем пернатая пара стала родителями впервые. Познакомиться с новорожденными отправилась Марианна Мирная. На 50% папа енота Вячеслав Королев с малышом возится как с родным. Кормит, купает, играет. Новорожденного подарила зоопарку пара енотов, которых в феврале признали лучшей парой. Енота назвали гомером по объективным причинам. Это немножко связано. Енот же Северная Америка. У них это неофициальный национальный символ. А также, я не знаю, многие, может, смотрели, любят мультсериал «Симпсоны». И вот гомерчик, он по характеру такой же толстенький, такой пузатенький, глупенький. Любит, очень много есть, когда ест, чавкает. Новый обитатель пока меньше килограмма, вырастет еще в пять раз. А вот другой малыш через пару лет станет выше человеческого роста. Зоопарк пополнился еще одним жильцом. После пяти лет супружеской жизни пара страусов Эму обзавелась потомством. Страусенка отсадили в отдельный вольер, чтобы привыкал к самостоятельной жизни. У африканского страуса глаз больше, чем мозг, но все равно птичка достаточно разумная. Естественно, то, что она прячет голову в песок – это бред. На самом деле, они просто так ходят, кушают, они едят с пола. Естественно, голова в траве, кажется, что спрятался. А так, у них развит родительский инстинкт, они способны оценивать обстановку, замечать врага, действовать адекватно, либо убежать, либо дать пинка. Оба новосела останутся в Самарском зоопарке. Енота Гомера даже записали в программу контактного зоопарка. Будут приучать к человеческим рукам и общению с посетителями. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Владимир Тудвасев, бессменный чемпион России по настольному теннису, продолжает побеждать теперь и среди ветеранов. Недавнее достижение мастера спорта – третье место на чемпионате мира. В Ликанте, Испании Тудвасев обыграл более 600 спортсменов. Непобедимыми оказались только китайцы. Возраст абсолютно не помеха. Можно в любом возрасте заниматься и работать, побеждать на самом высоком уровне. Поэтому искренне спасибо. Российско-китайская баталия закончилась победой азиатского соперника в трех партиях – 12-6, 12-10, 12-10. Самарский мастер объяснил неудачу тем, что китайцы играли новыми ракетками, которых еще ни у кого нет. Могли бы выиграть. Вот еще несколько раз с ними встретиться, уже будет ясно, как их обыграть. Бронзовый успех на чемпионате мира самарского теннисиста очевиден. Ветераны активно тренируются и участвуют во многих соревнованиях российского масштаба. Сборная Самарской области – самая многочисленная. В итоге испанский чемпионат мира по настольному теннису среди ветеранов выиграли китайцы. Эстонцы заняли второе место. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Отличных выходных! Редактор субтитров А.Семкин